Во время презентации WWDC 2020 в рамках обновления iOS 14 для iPhone, Apple презентовала собственное новое приложение, которое называется «Переводчик». Такое бывает редко с сервисами Apple, но русский язык попал в числе первых, кто доступен в данном приложении — их там вообще всего немного, буквально 11 штук. И многие владельцы iPhone, наверное, уже подумали, что всё, можно удалять все остальные переводчики, потому что теперь у нас есть родное приложение, которое, наверное, работает на высочайшем уровне, как и все остальные продукты Apple. Собственно, в этом видео я и решил проверить, настолько ли хорош новый переводчик от Apple по сравнению с Google и Яндекс переводчиками. И чтобы сравнение получилось более-менее объективным и интересным, я разбил его на три секции. Первое — это перевод нестандартных idiом, второе — это перевод с микрофона, когда говорит реальный человек, и третье — мы взяли настоящее производение русских классиков в английском переводе и постарались их обратно перевести на русский язык с помощью переводчиков Apple, Google и Яндекс. И спонсор данного видео — это школа английского языка… Нет, не будет. Обычно, когда есть английский язык, хоть немножко видео, всегда есть спонсор, вы их все знаете, но не в этот раз. Давайте начинать. Первая секция — это перевод английских idiом, то есть это те фразы, которые имеют определенный набор слов, но зачастую имеют переносное значение. И посмотрим, кто лучше справился с этим переводом — Apple, Google либо Яндекс. Мы будем идти в таком порядке — это Google, Яндекс и Apple переводчик. И если вы владеете английским языком на уровне C1, C2, то, пожалуйста, не обращайте на мое произношение, иногда оно может быть коряльнее. Первая идиома — это going nuts, если дословно, то идущие орехи, типа того. Итак, как же данное выражение перевел Google? Он перевел так как «сходить с ума» и это правильный перевод. Яндекс перевел как «сходишь с ума» и Apple как «с ума с IT». Немножко коряво, но тоже правильно. Вторая идиома — это wet behind the ears, то есть влажно за ушами. Что же это обозначает? Так, Google перевел как «мокрый за ушами», то есть дословно, непонятно. Яндекс перевел как «молоко на губах не обсохло» и это правильный перевод, то есть ты еще настолько мелкий, что давай молчи, молоко на губах не обсохло. И Apple перевел данное выражение как «молоко на губах не обсохло», то есть тоже правильно. На самом деле, Google также предложил правильный перевод, только он находится не в основном переводе, а в других вариантах. Если посмотрим, то вот «молоко на губах не обсохло» и, как я понимаю, Google в первую очередь ставит дословный перевод, а во вторую очередь уже перевод всяких идиомов, фразеологизмов и тому подобное. Следующая идиома — for a rainy day, для дождливого дня. Что же это обозначает? Мы так не говорим. Итак, Google перевел так как «на черный день» — это правильный перевод. Яндекс на черный день, также верно. И Apple на дождливый день. Ну, уже не то. Следующая идиома — это gravy train, дословно «соусный поезд», что-то типа того. Как-то странно, как же это на самом деле переводится? Итак, Google перевел как «соус поезд», буквально дословно, окей. Но в других вариантах перевода мы также видим выгодное предприятие, это уже более-менее близко к правде. Яндекс перевел как «кормушка», тоже что-то близкое. И Apple как «непыльная работа». На самом деле, правильный перевод данной фразы — это как «легкие деньги», и все три приложения справились более-менее близко. Но вы можете подумать, что есть же выражение «easy money», то есть тоже «легкие деньги». Но, как я понимаю, носитель языка оценил бы вас более высоко, если бы вы сказали именно «gravitrain». Следующая идиома — это «crack of dawn», то есть «трещина восхода». Как же перевел данное выражение Google? Итак, видим, что это «заря» — технически правильно. Яндекс перевел также это выражение как «рассвет», а вот Apple перевел как «кроха рассвета». И на самом деле, по смыслу это ближе всего, потому что «crack of dawn» переводится как «с первыми лучами солнца», и, соответственно, «заря рассвета» — это правильно, но вот «кроха рассвета» — технически, да, это более правильный перевод. Следующий идиома — это «monkey business». Я думаю, так понятно, что обезьянные дела, вести дела как обезьяна, дословно если, но как же правильно перевести и так? Google переводит как «бессмысленная работа», либо же в других варианте переводят как «шутливая выходка» либо «валяние дурака», что все «пьянно». Яндекс переводит как «бессмысленная работа», также видим как «глупости» всякие делать и тому подобное, в других вариантах перевода. Apple же переводит как просто «валяние дурака». И на данном примере наглядно видно одну из самых больших проблем переводчика Apple — это то, что он предлагает всего один вариант перевода, в данном случае это только «валяние дурака», хотя, возможно, в контексте это имелось как в виду «бессмысленная работа», либо как «шутливая выходка», но мы могли бы перевести это как «валяние дурака», и опять же же сказали бы какую-то глупость. И последний идиома — это «big cheese» — «большой сыр», дословно, как же с этим справились переводчики. Итак, Google это перевел как «большой сыр», опять же, дословно, но в других вариантах перевода видим, что «шишка» — «важная персона», и это и есть правильный вариант, то есть «большая шишка», кто-то крутой. Яндекс перевел как «важная персона», изначально правильно, и Apple справился как «большой сыр», опять же, только один вариант перевода, нет никаких других, и мы бы непоравно поняли фразу при переводе в Apple. Следующее испытание — это тест микрофона, то есть человек что-то нам говорит, мы это записываем через микрофон, потом приложение должно перевести голос в текст, и потом это все нужно правильно перевести. Всего будет 4 небольших отрезка, начиная от более-менее простых, заканчивая просто невозможными, и вы поймете, что я имею в виду под этим словом, и начнем с первого простого, это небольшой рассказ от Билли Айлиш. В принципе все переводчики записали рассказ Билли от начала и до конца, но вообще могу сказать, что с Apple возникло у меня больше всего проблем, если и Google и Яндекс записали буквально с первого второго раза от начала и до конца, то вот с Apple пришлось здесь заповозиться раз 7-8, чтобы он записал именно от начала и до конца, потому что во всех других случаях приложение приставало записывать где-то процентах на 70. Ну хорошо, а что же там с самим качеством перевода? Представим, что мы вообще не знаем английский язык, нам что-то рассказали, и теперь мы пытаемся понять, что же имелось в виду. Почему шоу на прошлой неделе, когда я спустился в толпу, и я просто сделал это с руками, и кто-то схватил меня за руку, и вы не целуете меня так сильно, и у меня есть два охранника с моей рукой, и выиграл не рука в моей руке, а одна рука, и их рука, и одна голова в букальном смысле идут вот так, пытаясь оттащить меня, и это заняло минуту. Я сделал шоу на прошлой неделе, где я спустился в толпу, и я просто сделал это на руке, когда кто-то схватил меня за руку, и так сильно ударил меня, и у меня было два охранника к моим охранникам с моей рукой, правой рукой, или моей рукой в одной руке, и там буквально собираются вот так, чтобы попытаться оттащить меня, это заняло минуту, чтобы сделать это. Я сделал шоу на прошлой неделе, где я попал в толпу, и я только что сделал это, и кто-то схватил меня за руку, и так сильно подхватил меня, и два охранника у меня рукой, и она не будет рукой, руки и рукой в ней, я на одной руке как будто бы попытался убрать меня и минуту, как будто скороговорку, блин, зачитал. Скажем так, если бы я на самом деле не знал, что она там сказала, я бы подумал, что она куда-то прошла, кто-то ее схватил, где-то там были охранники и много рук, и в итоге как-то она отошла, ее оттащили. Но опять же, это мы поняли по кусочкам из разных переводов, где-то лучше в Яндексе, где-то в Эплее, что-то хорошо в Гугл. Переходим ко второму видео, это Эд Ширан, песни у него классные, четкие и понятные, а вот в жизни он говорит вообще просто как рэпер, непонятно, посмотрим, как с этим справились наши переводчики. Как вы видели, никто не справился от начала и до конца, кто-то записал больше, кто-то меньше, но в этом плане меня, конечно, удивил Эппл, если в прошлом ролике он дропался чаще всего, то на этот раз он записал больше всех каким-то образом, у всех я делал очень-очень много попыток, но у Клава получилось записать больше всех. И последние два трешовых примера с видео, давайте начнем с первого. Чтобы вы понимали, это ирландский фермер с ужаснейшим акцентом, который потерял что-то больше 50 овец когда-то ночью, это я понял из рассказа новостника, его вообще непонятно. Тут, конечно, никто не справился, это в принципе невозможно, но каким-то чудом Яндекс мог поймать, что он сказал именно 55 цифру, типа у него украли 55 овец. Я не знаю, как ему это удалось, но опять же, я думаю, что это чистое везение, как и в прошлом случае, где Эппл записала чуть-чуть больше слов у Эда Ширана. Последний пример на невозможном уровне из фильма типа «Крутые легавые». Как вы видели, Google записал только последнее понятное слово «Яндекс что-то там пытался даже его перевести», и то Эппл просто дропнулся, он такой послушал «не-не, я просто даже не буду пытаться», и ушел. Если вы смотрели один из моих предыдущих роликов про Google клавиатуру, то там вы ведь знаете, что Google сделали специальный языковой пакет, который располагается прямо на телефоне, и там синхронизация происходит просто моментально. Давайте посмотрим на примере Эда Ширана. И конечно, если бы такой языковой пакет был доступен с Google переводчиком, то он несомненно был бы лучше всех, но опять же это работает на системном уровне на андроиде, и поэтому об этом не стоит мечтать по крайней мере в ближайшее время. И последняя, третья секция, мы возьмем небольшие отрывки из произведений великих классиков, которые уже были переведены профессионально на английский язык, и мы возьмем наши переводчики, переведем обратно на русский язык и сравним с оригиналом, похоже ли это, либо нет. Первый отрывок — это «Война и мир», давайте прочитаю вам сначала оригинал. Итак, Ион с теми свободными и фамильярными, грациозными движениями, которые его отличали, взял за руку фрейлину, поцеловал ее и, поцеловав, помахал фрейлинской рукой, развалившись на креслах и глядя в сторону. И со свойственной ему привычкой и легкой грацией он поднес руку фрейлины к губам, поцеловал ее и взмахнул туда-сюда, пока он лежал в кресле, глядя в другом направлении, но немножко кривоватенько. И с присущей ему фамильярностью и непринужденной грацией он поднес руку фрейлины к губам, поцеловал ее и, откинувшись на спинку кресла, принялся раскачивать взад-вперед. Это уже неплохо. И знакомством и легкой милостью, присущими ему, он поднял горничную почетной руки к губам, поцеловал ее и застыл, когда он лежал в кресле, оглядя в другом направлении. Это ужасно. Окей, переходим в вторую отрывку — преступления и наказание. Настолько злобного презрения уже накопилось в душе молодого человека, что несмотря на всю свою иногда очень молодую щекотливость, он менее всего совестился о своих лохмотьях на улице. Но в сердце молодого человека было столько накопленной горечи и презрения, что, несмотря на всю свою брезгливость юности, он меньше всего следил за своими лохмотьями на улице. Ну, достаточно неплохо. Но в сердце молодого человека накопилось столько горечи и презрения, что, несмотря на всю свою чепетильность юности, он меньше всего обращал внимания на свои лохмотья на улице. Опять же, Яндекс так по мне справился лучше, чем гугл. Переводчик от Apple. Я не могу сейчас поймете. Но в сердце молодого человека было такое накопленное горечь и презрение, что, несмотря на всю фальшивость молодежи, он не забыл о своих яйках. Я уже раз пятый читаю, и в первый раз я вообще до слез угорал. Это просто фейсбал. О своих яйках на улице. Ну, короче, Apple это просто ужасно. И последний отрывок это Мастер и Маргарита. Первый из них, одетый в летнюю серенькую пару, был маленького роста, упитан, лыс, свою приличную шляпу пирожком нес в руке. А на хорошо выбритом лице его помещалось сверхъестественных размеров очки в черной роговой оправе. Один из них, около 40 лет, одетый в серый летний костюм, был коротким, темноволосым, пухлым, лысым и держал в руке свою солидную шляпу Федора, либо Федора, непонятно. Его аккуратно выбритое лицо было украшено черными очками в роговой оправе сверхъестественного размера. Неплохо, но, конечно, в шляпу Федора и он был коротким, это не очень. Один из них, лет 40, одетый в серый летний костюм, был невысок, темноволос, полноват, лыс и держал в руке свою почтенную фетровую шляпу. Его аккуратно выбритое лицо украшали очки в черной роговой оправе сверхъестественных размеров. Очень неплохо, как по мне. Один из них, примерно 40 лет, одетый в серый летний костюм, был коротким, темнообогашенным, лысным и носил в руке свою уважаемую шляпу из Федора. Его сияковое лицо было украшено черными очками сверхъестественным размером. И кратенько по интерфейсу, чего еще не хватает переводчику от Apple. Во-первых, не хватает вставки скопированного текста. Обычно мы как делаем? Копируем какой-то текст, переходим в наш переводчик и нужно одним тапом вставить этот скопированный текст. В Apple переводчике такого нет, то есть нужно нажимать, введите текст, потом зажимать палец и нажимать вставлять. Это неудобно. Например, в Яндекс переводчики и в Google там такое есть. Также, как вы уже могли видеть, не хватает других альтернативных вариантов перевода. То есть, если у нас какое-то неоднозначное слово, фраза, которое можно перевести по-другому, в Яндекс это есть, в Google особенно есть. А вот в Apple только один вариант и вы можете с этим ошибиться. И последнее, нет перевода по фото. Если вы выехали куда-то за границу, открываете меню, допустим, итальянское, понимаете, нужно сфоткать и быстро перевести. Google с этим поможет, Яндекс поможет, Apple переводчик не поможет. Конечно, это только первая версия переводчика Apple. Невозможно сразу с нуля сделать очень хороший продукт. У Яндекса и у Google это заняло очень много лет. Apple, возможно, она работает на собственном движке, возможно, берет у кого-то другого, возможно, отбинк, я не знаю. Но пока получается так себе. Им еще нужно очень-очень много работать. Москва не сразу устроилась, Apple переводчик не сразу нормально переводил. А я как я сделал, что-то там, короче, бред помню. Ладно, увидимся в следующих видео. Всем удачи, всем пока.